С начала опаводковой обстановки на территории Якутии, по последним данным, нижняя кромка ледохода на Лене прошла устье реки Велюи и направляется в сторону Жиганска. За сутки ледоход продвинулся на 85 километров. Верхняя кромка находится у села Булус Намского района. Со всеми подробностями Виталий Абрамов. Активная фаза ледохода на Лене проходит по Кобейскому Лусу. Уровни воды у поселков Сангар, Ситте и Кальвица находятся ниже критических. Но несмотря на это, жители села Кальвица провели отсыпку низменных частей поселка. Благодаря этому удалось не допустить подхода воды к традиционно подтапливаемым местам. В настоящее время на территории республики подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. Населенным пунктом Арбын Намского района остаются подтоплены 23 дворовые территории. Отмечается спад уровня воды. В Арбынском населеге Намского улуса уже начали работу по оценке ущерба. Всего было подтоплено 14 домов. Вода поднималась выше полов зданий. Исходя из нормы по 5000 рублей на каждого члена семьи. Это единовременная материальная помощь. А также предусматривается помощь за утрату имущества. Это частичная утрата имущества. 10 тысяч рублей. За полную утрату имущества 20 тысяч рублей. Также продолжаются взрывные работы по устранению ледовых полей, из-за которых образуются заторы. За последние сутки израсходовано около трех тонн взрывчатки. Попутно с этим группа КЧС республики помогает эвакуировать непутевых охотников, застрявших на островах. Этого гражданина спасли из пятачка около села Тюбя Намского улуса. Благо была сотовая связь и он смог дозвониться до спасателей. Утром попытались на моторной лодке подплыть, не смогли. Лед стоит сплошняком. Для посадки вертолета уже не осталось места и поэтому было решено спуститься на Суре. Там метров 15-20 высота всего была. Это очень плохо, что они так рискуют. Потому что нельзя, ледоход. У нас река непредсказуемая, Лена, огромная. Нрав у нее, как говорится, своенравный, точнее, скажем так. Она может в любой момент подбросить на 3-4 метра уровень и все, и он бы погиб сейчас там. Это хорошо сейчас, более-менее спокойная обстановка. Вода не поднимается резко. И успели вовремя, потому что там уже островок остался маленький у него. Спасенным оказался мужчина из Нанцев. Товарищи его оставили и поехали за провизией. После уже не смогли приплыть. Сотрудники МЧС обращаются к гражданам республики, которые живут ниже по течению рек, где наблюдается ледоход. Ни в коем случае не отправляйтесь на острова для охоты или иных целей. Заблаговременно поднимите все ценные вещи и документы на чердак. Отгоните домашний скот на возвышенные участки и следите за уровнями реки и сообщениями местных властей.